А вот этот человек уже 4 года пытается стать трудовым мигрантом в России. Зовут его Ясон Бадридзе, он ученый из Грузии. Ну, отношения двух стран, как вы понимаете, не позволяют стать ему трудовым мигрантом в России. Визовый режим касается всех и даже знаменитого на весь мир специалиста по волкам. Ради науки Бадридзе два года прожил в волчьей стае. Итак, о судьбе человека-волка в репортаже Оксаны Джупуа. Этот посетитель зоопарка вовсе не дразнится, как может показаться на первый взгляд. Ясон Бадридзе давно нашел общий язык с волками. Ученый прожил бок о бок с ними в дикой природе около двух лет и написал об этом целую книгу. Его работа стала бестселлером в мировой науке. Бадридзе разрушил много стереотипов, оказавшись в волчьей шкуре. Когда я первый раз попал в Канаду, я решил вызвать, спровоцировать этих волков на бой и начал выйти по-грузински. Чихать они на меня хотели. За два года он прожил шестью разными стаями. Первую свою помнит особенно. Для него они стали семьей. Когда они завалили олени, наелись, и как-то на меня вот так посматривает, хвостом виляет. Я понял, что мне разрешают срезать с остатков оленины. Ученый на равных участвовал в охоте. Пробегал вместе с волками по 30 километров. В его задачу входило перекрывать жертве дорогу для отступления. Однажды четвероногие спасли жизнь Бадридзе. Во время охоты он буквально нос к носу встретился с медведем. Волки не бросили теперь уже своего в беде. Хоть силы и не были равны. Волки среагировали на мой крик. И не задумываясь, абсолютно не задумываясь, атаковали этого медведя. С этих пор спасение волка как вида стало целью жизни ученого этолога. Ею он буквально заражал своих коллег. Теймурас и Ясон живут теперь в разных странах. Но остались верны одной идее. Он, собственно говоря, понял, каким образом надо воспитывать животное, выращивать его в условиях неволи, с тем, что потом ему было бы не трудно, когда его выпустят на волю, чтобы он потом не попал бы опять под ружье фермера. Когда-то на этом месте была свалка, а теперь Ярославский ландшафтный зоопарк, в котором многое сделано так, как учил Бадридзе. Ну, жили бы такие люди, вот такое-то было бы счастье. Ясон в своей области единственный и неповторимый. Поэтому его вот уже четвертый год ждет вакансия в Ярославле. Без работы ему тоже, для него эта жизнь, это, конечно, это не может. Ему надо создать достойные условия. Такой человек, он заслужил все. Бадридзе и рад бы вернуться к волкам. Обстоятельства не позволяют. Его жизнь разделил 2008 год. До него он работал в России. После границу для ученого, как и для многих грузин, закрыли. Российская посылка уже визы не давала. Это только ближайшим родственникам. Ну, ну что делать, вот так. Люди с ума сходят. Надо переждать, пока будет период спокойствия. Пока ждал, слег без любимой работы. Теперь покидать пределы Грузии еще и опасно для его здоровья. А на родине ученого давно уже никому нет дела до волков. Я перестал заниматься волками, потому что экспериментальной работой заниматься с ними, ну, это невероятно дорого. Видит ученый своих любимцев либо в зоопарке, либо по телевизору и все время вспоминает, как это было. В квартире двухкомнатной одновременно, там, пять, шесть, иногда восемь крупных зверей. Это не очень приятно. Правда, дети были в восторге. Они там целую кучу малу устраивали. На стенах в квартире Бодридзе оба его семейства – волчи и человеческая. Это волчата, которых он вырастил по своей методике и выпустил на волю. А это его дети, которые живут теперь со своими семьями в Англии и Америке. Такую ораву человеческих и нечеловеческих детенышей порой было трудно прокормить. Особенно, когда на научную деятельность резко сократили расходы. Приходилось хитрить и публичные эксперименты устраивать. Пари заключали, что мой волк испугается овцей. Если я проиграл, плачу за десять овец деньгами. А если они проиграли, то десять овец мне. Ну, в общем, какое-то время я его таким образом кормил. Теперь профессор Бодридзе рассказывает о волках студентам. Сейчас он работает в университете. Вернулся в ту лабораторию, где начинал свой путь в науку. Пока здесь ремонт в разгаре, ученый с мировым именем собственноручно собирает домики для подопытных кошек. А вот эта четвероногая тоже может быть агрессивной. Если хозяина обижают, авочка россиянка и ее Ясон привез из последней командировки на Валдай. Она не только друг, она еще и личный врач. Она точно знает, что меня беспокоит. Если сердце, она залезает, ложится брюхом на сердце, через две минуты проходит. Авочка знает, что его беспокоит больше всего. Почему болят и сердце, и голова? Они заняты одним. Как научить человека и волка мирно сосуществовать? Оксана Джипуа, Мария Балквадзе, Виктория Заволжская, Александр Киселев. Вместе. Грузия. Россия. Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова